Ха-Кришна, Ха-Кришна, Ха-Ха-Ха. Ха-Ха-Ха. Ха-Ха. Ха-Ха-Ха. Если газ нечистый или неизменный как его газед familia? Как его изменить? И Кашья, по-моему, не нашел способ. Он уже, так получилось, он уже дал обещание. Обещание надо выполнить. Он понял теперь, как выйти из ситуации. Это буддхи, это разум. Чистый разум исходит от Бхагавана Кришны. Как? Ишам сататарюк тамам баджутам претипурлакам. Дадамим буддхи йогам там. Яна мамам твари. Если человек занят чистым предном служении, он обретет чистый разум. И сейчас Кашья, по-моему, не хочет занять дитя этим процессом, чтобы ее разум изменился, развился. Грязь сейчас находится в сердце. Сердце заполнено грязью. Нужно очистить его, чтобы стать независливым. Чтобы делать хорошо для других. Дитя завидовала Господа. И теперь Кашья, по-моему, не хочет сделать ее вайшнавой. Чтобы вот это ее желание ушло из сердца. Если человек станет вайшнавом, вайшнавом оставит он желание наслаждаться. В прошлой лекции мы говорили о пяти тоннатрах, пяти объектах наслаждения. Они тащат нас к чувственным наслаждениям. Если человек станет вайшнавом, он легко очистится, очистит сердце. И как? Есть шанс даже для самых деградировавших душ. Махапрабху пришел в начале этой Кали-юги. Сейчас особая Кали-юга. Махапрабху пришел и дал нам Харинан. Микянанда пришел и дал Харинан. Кришна и Балаган пришли вместе и дали Харинан. Благодаря воспиванию Харинан, Джага и Матхай получили освобождение. Что же говорили о других? Нечистые вещи убираются из сердца благодаря воспиванию Харинан. И этот процесс дал нам Шичи и Тани Махапрабху. Если человек воспивает Харинан, следует всей вайшнавской деятельности. Но потом падает. Все равно он получит результат. И не только это. Он преодолеет очень большие опасности. Даже если чуть-чуть послужит, свершится. Что же говорить о том, кто много служит? Если человек проявляет чистую предность к Бхагавану Кришне, что он обретает? Он обретает любовь к Кришне. Служа Бхагавану Кришне и обретя любовь к Кришне, человек никогда не встанется к наслаждению и освобождению. Очень трудно это оставить. Наслаждение или желание к освобождению. Но если человек старается служить Кришне, Бхагавану, с чистым сердцем, легко он оставит это желание. Когда человек совершает чистое приемное служение, без всякой хитрости, с простым сердцем, даже если у него много дефектов, даже если он сделал совсем чуть-чуть, он избавится от множества трудностей. Это не так, что надо много-много всего сделать, совершить много сил, и потом можно стать свободным. Прежде всего должно быть простой сердце. Надо служить с простым сердцем, без двулечия. Даже если мы немного сделаем, будет результат. И в итоге мы обретем прием. Тогда не надо нам будет никакого наслаждения, никакого освобождения. Ведах, тема о чистой предности, о чистом предном служении, даны секретным способом, тайным. И Бхагаваттам дает нам процесс шутха Бхахти. Очень ясно. Очень подробно Бхагаваттам описывает шутха Бхахти. Нагадапанчагатри говорится. Сарва Упадхи Венир Мухтам. Тат Паратвина Мухтам. Хриши Кена Хриши Киша. Саванам Бхахти учебу. Всеми чувствами нам надо стараться удовлетворить Господа. Господин и чувства Хриши Киша. И это Бхахти. Бхахти имеет два признака. Лакшана и Татастха. Сарва Упадхи Венир Мухтам. Когда человек начинает Бхахти, не будет он иметь никаких отождествлений. Не будет он считать себя Брахманом, Саньяси, Царем. И Тат Паратвина Нерва. Он станет очень чистым. Вообще не будет грязи. Вот такое Бхахти, став чистым, позволится сосредоточить ум на Кришна Кадхе. Иначе наш ум, он негодяй. Он мечется повсюду. Ум станет подобен реке Ганги. Потому что ум теперь думает о слушании Кришна Львы, о Кришна Кадхе, об имени, о форме, о качествах, о игре Кришны. Ум стал подобен Ганге. Река Ганга очень чистая, по виду. И в итоге Ганга сливается с океаном. И так, точно так же, наш ум без перерывов старается слушать о Кришне. Это Бхахти-йога. Ум думает, как служить, как слушать. Мир гуна. Свободная трехгун природы. Бхахти-йога. Когда наш ум, наше тело, наши чувства освободятся от влияния Бога на природу, мы станем дорогими Кришной Бхахтами. Не могу я оставаться без Кришны. Потому что Он Пурушоттама. Он лучшая Личность. Нам будет нравиться узнавать о Нем. Не будет больше желаний. Только Пурушоттама. Только Бхагаван Кришны. И не сможем потерпеть никаких перерывов. Не будет ум искать никакого материального блага. Какого собственного насчастья. И не только. Он не будет стремиться никакому мукту. Сколько вообще есть типов мукту. Он не будет стремиться ко всем к ним. Не хочу я находиться на Войпухе. Не хочу я иметь эти все бесчисленные богатства. Не хочу быть подобным Господу Нарайному. Не хочу находиться рядом с Бхагаваном Вишнем. Вот это сами пьяные. Сарупья, сами пьяные. Я не хочу слиться с Кришной Бхагаваном. Это союз же. Даже если это придет ко мне, я скажу. Нет. Не нужно. Вот такой предмет. Это Войшна. Кришна Бхакта нишка. Нет у него каму. Нет желания. Вот тут в этом мире все. Это разные виды наслаждений. И мукти. Это также наслаждение. Это один из типов наслаждения. Бхагаван спрашивает нас, что тебе нужно? Только предное служение. Больше ничего. Вот такие качества в Войшна. Когда Джамил услышал беседу, и Мадута Всешнадута, он сказал, не нужно мне мукти. Это мукти, оно ничтожное. Крепила Дева, сказал матери Дева Хути, практикуя эту чистую бахти, бахти-югу. И когда преодолеешь гуна, мая, 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 которую она сейчас заставляет танцевать, как куклу, используя в иголочке гун. Крепила Дева говорит, так ты обретешь чистую любовь. Букти-мукти, сердце очень слабое. Допустим, что-то я делал, трудился, как-то я должен получить результат. Дай мне денег, дай какие-то возможности. Прославь меня. Букти-мукти-васана. Вот эти желания надо оставить. Потому что это настоящие препятствия. Они не позволяют расти любви к Кришне. 64 типа садхана, бахти, не помогут, если у меня остается это желание, получить результат. Вот. Не будет любовь развиваться, потому что много желаний внутри. Букти-мукти-сприха-ялат-пишачиха-идаварта-ты далат-бхакти-сукасиатра-катхам-абхюдаря-бавит. Вот эти желания в Букти-мукти нечисты. Они, как уродливые ведьмы, захватили нас. Не развить шудха-бхакти пока они с нами. Совершая предное служение, мы обретаем счастье. Такое счастье никогда не придет. Даже если много усилий совершил, много силы сделаю. Нет счастья. Благовинда с вами сказал вновь в брахмачайне. Совершая предное служение, мы обретаем счастье. Но оно не придет, если две родливые ведьмы будут сидеть в сердце. Садхана-бхакти-хай-тыхай-гаттага-ударя. Гатти-гаттага-хай-ваттага-према-намахая. Совершая садхана-бхакти, надо быть очень внимательным. Потому что эта садхана-бхакти дает нам гатти. Миттья-ситха-кришна-према-саттья-кабунай. Шавана-дишу-да-читы-каре-ударя. Садхана-бхакти начинается со шавана, со слушания. Без слушания садхана-бхакти не имеет смысла, не имеет значения. Когда человек слушает и воспевает, сердце очищается. Тот, кто не слушает, у него другой характер. Там можно легко заметить. Ручий, ус. Солнце еще не взошло на востоке, но алое сияние, орел уже появился. Значит, солнце приближается. Вот так же, если появился вкус к бхагават-кадхине, это значит, что бхава уже приближается. А после бхавы, без сомнения, любовь придет. После нишки придет ручий, рати. Очень легко тогда преданное отправиться к премии. Когда эта алая заря появляется, тьма уходит. И это происходит в нашем сердце. Букти, мукти, это все тьма. Это ведьм, пишачьи. И они уйдут. Прежде всего, надо развить веру и идти к садху. Садху займет нас в бхагават-карине. Это значит, он будет говорить Кришна-кадхине. И так мы разовьем желание совершать сэрму. Когда садху-санга, бхагават-крия, а затем анатху-невритву. Когда мы будем совершать шару-накирку, анатхи уйдут. И тогда ништра, ручи, асакти, вот эта вся привязанность. Если человек имеет много материальных желаний, оскверненное сердце, бхагават никогда не разовьется. Садху-гуру снова, снова он говорит, шишья слушает, больше, больше. Постепенно материальные желания уйдут. И он займется Кришна-сэвом. Кришна-сэва однажды вытолкнет всю грязь сердце. Любовь, према, не придет, пока сердце не чистое. До према еще придет гадь. И когда будет эта гадь, что произойдет? Определенная привязанность, любовная привязанность к Кришне. человек начнет служить с чистым сердцем и обретет достаточно счастья. Так много мы обретем. Вообще ничего не надо. Не нужны будут эти деньги. Привязанность с любовью сейчас не становится интенсивной. Это значит, что сохраняем мы какие-то мотивы, какие-то желания. Счастье не приходит. Крама. Постепенный процесс обратения к Кришне. Этот процесс Бхакти он Крама. Постепенный. И как к нам придет к Кришне. Бхагаватан говорит Сатам Прасангам Мамавири Асамбиду Бавань Тихрид Карна Гасай Навкатах Таджош Анна Ташвап Вахгават Мани Шадар Тир Бхакти Ану Крамиш Шетин Бхагаватан Бхагаватан Таджи Вахгават 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 Асамбиду Пряма Все И когда Пряма усилится Что будет Прямик Бхагават Много Любви Сердце его тает Полностью оно растаяло от любви Кришне И это положение называется Снехом Когда Снех развилась Мать мгновение не может провести без ребенка Не может она оставить ребенка даже на мгновение Из-за Снехи человек не может оставаться без любимого Не может даже мгновение не может не видеть лица любимого Сердце горит в огне разручен Так долго я тебя не Снехом развивается все больше и больше Каждый день они видят Кришну И он каждый день новый Сегодня он очень красивый Вчера говорили мы он так красиво выглядит А сегодня он выглядит так прекрасно Потому что каждый день он новый Нава Навая Новое осознание реализации приход Тот же Кришна Тот же самый Кришна но новая реализация И тогда приходит мама Вернее вопрос Когда приходит мама Не хочу я говорить с тобой Не хочу видеть твою Но внутри очень много желания Это мама А затем праная Где Кришна То есть кажется внешне полное отчаяние Но внутри счастье Потому что я думаю только о Кришне Ни о чем другом я вообще не могу думать Я не могу его видеть Но думаю о нем Мой Кришна И сомненно он придет Как он сможет скрываться Мой сын придет Но он в два раки же Мой сын придет непременно И внутри много счастья Он придет Слово праная используется здесь Из-за раки Я говорю Сегодня ты выглядишь очень хорошо Вообще не видел никогда такой прекрасной формы раньше Которая очаровывает мадам Вот когда я думаю что сегодня я увидел эту прекрасную форму Приходит анураг Не видел раньше такой прекрасной формы Много анураг И когда будет развиваться анураг больше и больше подобно наводнению это затопит все И тогда Бава Таган Я оказался в царстве людьми Когда Пхава возрастает она превращается в Махапхаву Утар говорит нет большой разницы между Пхавой и Махапхавой Читая Читам это приводит пример Сахарный ростик Тростник как он ростик Без семян его сажают отростками Из этого сахарного тростника делают сок потом сироп потом угур потом рафинируют этот угур Миши А нет просто Миши есть а потом в итоге Уттамамиши Такие чистые кристаллы Уттамамиши Страйба устойчивое состояние И если смешать Миши йогурт черный перец камфор Очень вкусное сочетание в правильных пропорциях Точно так же если к Страйбаве добавить слушание воспевание Матхури Василицы Четыре состояния есть Липхава Анафхава Сатвика Липхичай И когда все не объединяются Бхакти Раса становится прекраснее Есть 12 Раса Вера Герой Героическая Раса Адбута Хаси Виватса Раудха Прая Эти Расы их называют Верутха Раса Не приносят они постоянного счастья И вот эта Верутха Раса Верутха Бхава будет побеждена следованием пятью Бхакти Расы Шанта И вот тогда будет Страя Бхава Когда победят четыре Раса И тогда будет возможно Виправа Анафрава Сатвика И Веропричай Предность Кришны станет очень сладкой Нектарной Когда войдет Бхава Раса Удипа Необходимо Страя Бхава Чтобы развить этот Нектарный вкус Корень Расы это Страя Бхава А причина Расы Випхава Деятельность Расы это Анафрава Аламбана то Дипана И Аламбана бывает двух типов Ашрая и Вишая Дипана это то что вызывает развитие Абхава Кришна объект любви Он Вишая Аламбана Кришна Бхакта развил любовь Он обитель людей Он Ашрая Аламбана Кришна и Кришна Бхакта их форма их поза украшения место и время в соответствии с этим в соответствии с этими вещами право развивается Это называется право Дипан Вот какой-то символ какой-то знак Напоминает Мукунда Помните Мукунда про Бог Он увидел правление перо Он потерял сознание Хотя он находился в собрании мусульман Мусульманский император И правление перо здесь Дипан Видим ножные колокольчики в магазине ревелир И немедленно мы начинаем думать о лотосных стопах отхарания Это Удипан Вижу я первую проблему Я теряю сознание Начинают проявляться внешние симптомы Когда мы увидели Удипан И это называется Ануправо В 1986 году Кургавинда с вами сказал Сегодня мы будем читать Чайтань Чаритам Грудов говорит Мы вообще ничего не знаем И когда он говорил оттуда Чайтань Чаритам вообще ничего мы не понимаем И в итоге Грудов с вами сказал Я знаю что ничего вы не понимали Но слушайте Махапрабу прольет милость И вы сможете понять Грудов рассказывает о себе Он говорит В 1983 году я присоединился к Эскон В 1985 году Гуру стал статус Гурный Медаль И в марте 1985 года я получил посвящение В 1986 году в январе я получил брахманическое посвящение Гурдов говорит очень насыщенное было интенсивное время Так несчастье Гурдов заболел в декабре 1986 И это продолжалось до 1990 года до октября После этого он стал вставать ходить с палочкой держась за кого-то еще исправить И вот тогда Гурдов отправился в Австралию А ну то есть 90 года это вообще болезнь в 1985 году он был в Америке а в 1986 он был в Европе и Америке и вот потом он уже заболел а в конце 90 года он снова начал проводить Шриман Багмар затем он поехал в Австралию Гурдов говорит я поехал с ним говорит у меня осталось 6 записных книг Гурдова но очень трудно понять что он там пишет Иргейш Прабу забрал все эти записные книжки Гурдова и он дал их одному ученому человеку очень знающему для перевода на английский и этот человек он старался какое-то время он старался изо всех сил потом вернул назад и сказал я не могу это перевести Гурдов говорит мне удалось получить 6 дневников но Гурдов говорит нет у нас возможности объяснить то что там написано на самом деле очень многие Гурдов говорит не могут слушать такие вещи даже более простые вещи Гурдов говорит но многие не могут слушать Гурдов рассказывает как его пригласили в одну деревню провести лекцию он с самого начала понимал что может нет смысла потому что не воспринимает большинство людей то что Гурдов говорит но позже он взял с собой Гурдов на пробу потому что хорошо деревенские люди его понимали ну и он давал дендекс как я понимаю Гурдов сокрушается что трудно мне говорить вот эти все начальные вещи я говорю то что нравилось Гурдов с вами ничего не могу с этим понимать когда я начинаю говорить я двигаюсь в этом направлении когда я цитирую правопады я стараюсь найти там прямо делаю акцент на это Гурдов с вами точно так же вот так происходит не могу я сдерживаться дальше Гурдов говорит все равно несмотря ни на что нам надо говорить если мы не будем говорить как люди это получат как предные получат даже если непонятно постепенно все войдет постепенно человек увидит что есть что-то большее если же не говорить как человек поймет что есть что-то большее вот Гудов говорит в Гадагире по крайней мере я стараюсь делать в других местах я более осторожен я смотрю на ситуацию даже если не принимают мои слова все равно понемножку я стараюсь некоторые все равно что-то воспринимают ну некоторые жалуются критикуют что это слишком высокие темы ну в чем тут суть этого повествования после ручей все будет происходить очень быстро когда будет ручей очень быстро все остальные вещи Пакистан Сарасвад говорит здесь сколько вы будете пытаться избавиться от анарх как долго вы хотите избавляться от анарх пожалуйста постарайтесь развить любовь к Кришне годы годы пройдут а мы так и не избавимся от анарх когда же разовьется право автоматически естественно все анарх одна за одной и когда уйдут анарх придет определенное чувство мы будем испытывать счастье участвую в каких-то слушании в севере допустим сейчас нам нравится каких-то ну люблю я петь но не нравится слушать ну тогда все будет хорошо все мне будет нравиться и слушать и петь и север баба придет все и все будут для меня хорошими на уровне уттама все хорошие может про себя они думают что я хороший но все все для меня предны хорошие если Кришна мне показывает плохие вещи в человеке значит нет у меня еще отношений с Кришной только если вот там об акте надо давать наставление кому-то вот тогда он только спускается на уровень от ямы иначе как он заметит недостатки но он только действует так когда нужно он остается вот там чем выше человек продвигается тем больше он считает себя деградировавшим ничтожным падшим никчемным никогда он не скажет я утану у меня есть время даже если право проявляется не будет он ее показывать он будет скрывать это в актестанции он выбегал во время лекции иногда появлялось у него право он сразу же выбегал закрывал за собой дверь не показывал он даже и не думал про себя что он премьер-бак что он считает он считает мне надо обучаться мне нужно обрести такой предный очень смиренный в то же время смотрите такой предный может сказать что ты делаешь ты слишком сейчас проказничаешь я все это расскажу твоей маме вот так помните это дело кто это делал Криснадас Криснадас нет но он при этом не думает я премьер-бак я на высоком уровне а вот тут с Кришной общался гуру может сказать но он никогда не скажет он просто и не думает об этом то есть все внешне делает вот эти удивительные вещи но внутри он не думает что это прямо вот так это удивительно вот в городе так именно это из-за ложного эго человек может сказать чистый предный ты что не знал у меня вот такие переживания я много служений делаю когда человек свободен от ложного эго не будет он вообще думать об этом вообще он не думает что он много служит он думает где где гопал пожалуйста иди сюда я сготовил из-за эго я думаю что я служу ему другие так не делают как я почему потому что сознание сосредоточено вот здесь я и мое если же у человека нет эго он думает о сегодня почему-то нет цветов не предложили гопалу цветы мой гопал стоит без цветов не думая там о пуджаги негодяй не предложил он он думает как так гопал стоит без цветов как-то надо сделать это в общем что-то надо сделать чтобы предложили нету он уже связан с Кришной в одной из раз это из лекции Шишипад Чайтани Чандры 30.11.2009 Шиман Бхагава 6.18.43